Участницы фестиваля конкурса из севастопольского ансамбля «Атлантика» кружатся в пироэтах. Последняя отработка перед выступлением. До выхода на сцену остаются считанные минуты, поэтому танцевальный коллектив не теряет время впустую. Каждое движение должно быть четким и выверенным. Номер назвали «Черное море». Сочетание музыки и танца передает силу стихии, чувственности, грацию. А еще, по словам участниц, этим номером они хотели передать зрителю ту любовь к родному краю, которая таится в каждом из нас. Номер о стойкости, о мужестве нашего города. Черноморский флот. Это визитная карточка нашего города, героя. На этом концерте коллектив представляют очень классные номера, которые показывают наш родной город Севастополь как Черное море, как военная тематика. Рассказывают его историю. И мы гордимся нашим городом. Побороться за звание лучшего ансамбля собрались больше тысячи участников. Конкурс проходит в шести направлениях, среди которых классический танец, современный, эстрадный и другие. А возрастных категорий 12. Ребята из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Крыма и новых регионов поступают на одной сцене Дворца культуры рыбаков и делятся творческим опытом. А определяет победителей экспертное жюри. Кстати, судьи не знают, из каких городов участники оценивают справедливо и беспристрастно. Всех участников оцениваем по трем критериям. Техническое исполнение, композиционное решение номера и образ, который они пытаются через свой танец донести до зрителей. У кого это получается лучше всего, соответственно, получают лучшую сумму баллов. Ну и потом, подсчитывая эти баллы, счетная комиссия определяет лауреатов. В этом году замечательная возможность у организаторов. У нас будет по каждому направлению определен обладатель гран-при, который получит денежный приз. Денежный приз, который получат лучшие танцевальные коллективы в каждом направлении – 100 тысяч рублей. Победители объявят на галоконцерте. А еще правилами предусмотрено, что один коллектив может побороться за первое место в разных номинациях. В этом году фестиваль приурочили к особенной дате – 75-летию со дня рождения выдающегося танцора и педагога по танцам Вадима Елизарова. Продолжатели его дела почтили память своего наставника на масштабном торжественном мероприятии. В этом году, так как фестиваль посвящен юбилею отца, то он вобрал в себя все виды и направления хореографии. Это более тысячи участников, это порядка 200 номеров, это шесть дней конкурсов, фестиваля, мастер-классы. Действительно такой большой праздник хореографического искусства. Конечно, отдельная гордость – это члены жюри, именитейшие люди со всей страны – Москва, Санкт-Петербург. И каждый гуру в своем направлении хореографии. Самый первый севастопольский вальс прошел в 1978 году. Он хранит почти полувековую танцевальную историю нашего города. И, конечно, продолжит и дальше мотивировать участников радовать зрителей. Ведь это уникальная творческая страница Севастополя. Анжелика Желнина, Сергей Котляренко, Новости Севастополя.